Субтитры создавал DimaTorzok Да хватит уже! Чё ты делаешь? А чё? Так сильно зачем на газ вот так нажимают? Так чё, все нажимают? А все нажимают. Вот поэтому экология такая грязная. Все нажимают вот так газ. Экологическая катастрофа. Это чё, мои проблемы что ли? Вот. Каждый вот так говорит. Всегда надо начинать с себя. Себя исправляй. Вот я всегда с себя начинаю. Почему думаете у меня машины нету? Из-за долгов? Да, это тоже есть. Основная причина почему у меня нету машины. Потому что я переживаю за экологию. Я и вам советую. С сегодняшнего дня ездить только на экологически чистом продукте. На каком? Лошадь. Поехали? Поехали. Не-не-не, не на машине. Пешком идем? Идем! Пешком идем! Давай ты иди. В смысле? Хорошо, я пешком пойду. Я с вами не буду никуда ехать. Честно говоря, мне этот экологический заезд надо было чуть попозже начать. Есть вода? Лошади пьют оттуда. Ну вот, друзья, мы подошли к нашему, так скажем, тренеру по конному спорту, который сегодня расскажет, что из себя вообще представляет конь, лошадь и весь этот сбор. Здравствуйте, Кристина. Я Анастасия. Я так и сказал. Какая красивая ситуация. Амар аккуратнее, это электропастух, он бьет током. Серьезно? Да. Чтобы лошадь не выходить. У нас в Силухе такой диджей был, электропастух. А для чего его так? Для того, чтобы лошади не выходили, это такое специальное ограждение, чтобы они могли гулять на улице. Все понял. Я выиграл. Эй, я не отпускал. Я до последнего держал ее. У меня... Чисто моя победа. Чисто физически меня отключило. Чисто физически. А вот это вот, у вас это местная сигнализация, да, короче? Да, самая мощная. Да-да, я представляю, если наступит какой... О, смотрите, какая у него прическа. Просто окантовка Энди Фрайт называется. Итальянка, да это? Русская верховая. Ага, русская верховая, я так и думал. У них у лошадей бывает QR-код там, прививка туда-сюда? У них есть чипы, которые вживлены им прямо в шею, в мягкую ткань. Эти масоны решились с лошадей начать, да? Да. Угу, я так и понял. Утюшка, как зовут ее? Корсика, это вот моя лошадь. Это ваша лошадь? Да, это моя лошадь, на которую вы сегодня поедете. Ничего себе. Она очень высокая, большая. Раз в три месяца можно брить лошадь, а стрижем постоянно поддерживаю ее. А можно в следующий раз, когда вы будете стричь, я тоже приду, меня тоже чутко? Да, можно. В такую жару не только автомобили надо загонять на мойку, но и лошадей тоже. Ай! Вот она пошла! Ага! Чутко я тоже даже. О! Девочки, можно шампунь какой-нибудь? Хендер шамберс там. Или шампту. Чистая линия, туда-сюда. Или просто принеси ферри. Все, помыли нашу лошадку, теперь надо ее высушить, чтобы разводы не остались. Ага! Встаем на последнюю ступень. Ага! Вставляем левую ногу в стремя. Так. Да, левая нога. И вот так, да? Практически, нужно только перевернуться лицом в сторону лошади, держаться за седло, отталкиваться ногой в стремя и залазить на лошадь и плюхать. Все, ты же здесь рядом? Да, я ловлю. Никуда не уходи. Никуда не ухожу. Все, точно не уходишь? Все. Молодец. Учитесь, без чьей-либо помощи сам забрался. Никто мне не подсказывал даже. Девчонки, которые ждут принца на белом коне. Я пересел на коричневый. Как завести ее, чтобы она пошла? Чтобы она пошла вперед, нужно пяточкой дотронуться с двух сторон одновременно до ее животика. Сделать толчок ногой в этот момент. С двух сторон одновременно. И немножко расслабить повод, потому что иначе она не пойдет, так как повод это некий тормоз. Все, понял. Вот так. Вот это я понимаю. Можешь просто. Одна лошадиная сила подо мной. И точно это магиная кляча какая-то, тарелка с четырьмя колесами. Она сейчас с голубом, да? Я скачу, да? Нет, это еще шаг. Вау, если такой человек голуб, что-то такое интересное. Скажите, пожалуйста, чисто месяц сколько уходит на такую лошадь, чтобы ухаживать за ней туда-сюда? Ориентировочно около 30 тысяч рублей. А сальто умеет она делать, да? Нет. Братишка, у тебя тоже есть чему научиться у меня. Сальто Амар слышали, наверное, да, здесь на районе? Ну что, Магомед, как тебе ощущения? Ну честно, чувствуется мощь под собой. Вот так вот. Но лошадь только одна, и получается лошадиная сила одна. Согласен, есть четыре ведущих копыта. Вот так вот. Но нет трекшн контроля, нельзя перекинуть движок на спорт режим. И коробки нету спортивной, и кондиционера нету, нет мультимедиа. Кондиционер зачем освежак? Амар, твоя экология, я не знаю. Короче, я тебе бросаю вызов. Какой еще вызов? Такой вот вызов. Сейчас, подожди, я тебе сейчас... Какой еще вызов? В смысле? Ага, боишься уже? Подожди, что за вызовом говорит? Ты по фейстайму хочешь позвонить ко мне? Да, не понял, это что такое? Да здесь только лошадям можно кататься. Ты куда сюда заехал? Это мой вызов тебе. Мои 200 лошадок против твоей одной. Все, без проблем. Да, я сейчас тебя просто оставлю. Ты будешь пыль глотать, которая из-под копыт моей лошадки будет вырываться. Давай. Давай, Корсика, не подведи. Спорт плюс. Корсика минус. Сейчас Амар и Мага будут вставиться. Кто выиграет, тот выиграл. Готовы? На старт! Внимание! Let's go! Галопом! 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 А я еще и радио слушал по дороге. Давай еще раз. Я на нейтралке, оказывается, тронулся. Давай еще раз. Ну что, Ду, признаешь свое поражение, а? Да, признаю. Мой конь мощнее твоего. Давай, давай, езжай отсюда. Ага. И вообще, не в коне дело, а в наезднике. Ага. Мне чуть-чуть надо научиться еще. Ага. Конь мощный, я тебе за слова отвечаю. Ага. Расскажите, пожалуйста, как это место называется? Это место называется КСК Амадеус. Я здесь тренирую и являюсь частным тренером. А можно, чтобы через меня клиенты приходили плюс 300 рублей? Конечно, можно. Просто мне тоже шабашка нужна в последнее время. В Москве продукты подорожали, особенно морковка. Друзья, приходите. Скакать на лошади приятнее, чем ездить на машине. Да, конечно, рассказывай. Это неправда. Это неправда. Просто если хотите покататься, приходите.